Как спасти Россию? Этим нетривиальным вопросом задался в Берлине бывший глава компании ЮКОС. Михаил Ходорковский уверен, что знает ответ. И главное, по его мнению, это связи европейцев с российским обществом. На встрече присутствовал мой коллега в Германии Константин Гальденсвайк. Он выходит на связь. Константин, приветствую. Вам слово. Приветствую, коллеги. У Михаила Ходорковского действительно целый ряд медийных, политических и гражданских проектов. Однако сам он, как известно, использует трибуну не так часто. Тем показательнее, что эту лекцию он решил провести именно здесь, в Берлине. Свою речь он начал с напоминания о важной дате 90-летия ныне покойного экс-главы МИДа Германии Ганса Дитриха Геншера. Именно немецкий дипломат приложил все усилия, чтобы три года назад Михаил Ходорковский оказался на свободе здесь, в Германии. Тема лекции «Россия в Европе. Вчера, сегодня и завтра». О том, что нужно сделать европейским властям, а главное, европейскому и российскому гражданским обществам, чтобы свободной и европейской, как говорит Ходорковский, становилась сама Россия. «Нынешнее российское руководство стремится оградить страну от европейского влияния. Оно хочет добиться этого не только силой внутренних ограничений и пропаганды, но и сея разлад в европейской семье народов. Принцип «разделяя и влавствуй» – главное оружие Кремля и внутри страны, и вовне ее». Едва ли не большая часть аудитории – это русскоязычные, молодые и образованные слушатели. Это та самая последняя волна миграции из России, что еще продолжает следить за событиями на родине, но уже не уверены, вернется ли туда. Многое вызывало у зала согласие. Например, вопрос вмешательства России во внутреевропейские политические дела. Ходорковский призывает арестовывать или высылать из Европы тех, кто пытается незаконно влиять на местные выборы. А российскую госпропаганду за рубежом сделать предметом межгосударственных договоренностей. Но были и споры. Прежде всего по вопросу Крыма, возвращение которого Украине Ходорковский отныне ставит под сомнение. По нынешнему состоянию российского общества программа, заключающаяся в возвращении Крыма Украине, ставит крест на политической силе. Было бы очень странно, если бы на основе общественного мнения принимались решения о судьбе частных лиц. Например, самого Михаила Ходорковского. Или чтобы на основании общественного мнения принимались решения о частной собственности, например. Потому что общественное мнение, наверное, предположительно против олигархов. И считает, что нужно все отнять и поделить. В разговоре с нами Михаил Ходорковский прокомментировал и свое решение оставить руководящий пост в основанной им же общественной организации «Открытая Россия». Это случится в ближайшее время. При этом Ходорковский подчеркнул, что по-прежнему считает свое детище успешным. Приходя на пост первого председательствующего «Открытой России», я сказал, что я на следующей конференции сменюсь. То как раз было бы немножко по-путински потом сказать, что а как же без меня же здесь будет, без меня же все рухнет. Нет, ничего не рухнет. Есть другие люди. Одно из направлений деятельности «Открытой России» — поддержка молодых политиков на муниципальных выборах 2017 года. По словам Ходорковского, сохранится. А вот что до президентских выборов 2018 года, то он их называет псевдо-выборами, но обещает, цитата, «так же использовать этот период, чтобы довести до людей наличие альтернативы». Когда спрашивают, а хорошо бы, чтобы Путин ушел от власти в 2024 году, чтобы кто-нибудь пришел на смену, 42-48% говорят, это было бы здорово. А почему сейчас нет? А кто же на смену? То есть проблема не в том, что они так хотят Путина. Люди не видят альтернативы. Вот эту альтернативу мы должны показать. В том, что это случится, Ходорковский не сомневается, называя даже вероятные сроки 6-8 лет. Решающе он считает президентскую кампанию 2024 года. К этому времени, впрочем, даже самая молодая часть слушателей этой берлинской аудитории, вероятно, уже получит европейское гражданство. Спасибо. Мой коллега Константин Гальденцвайк на прямой связи из Берлина.